Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол. Это жизнь и это продолжение нашей карьеры за Лестер-Сити. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал РНК. Ссылочка на него в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь. Кому интересны игровые прохождения и летсплеи на ютубе, буду рад вас всех там увидеть. Ну а мы продолжаем. Итак, сегодня у нас четвертьфинал Лиги Европы. В английской премьер-лиге там более-менее все уже понятно. Мы вряд ли там зацепимся хоть как-то за Еврокубки, вроде там, я не знаю, до шестого места Лиги Европы. Поэтому для меня основная сейчас цель, мы, я не помню, мы выиграли или нет, сейчас вот Кубок Англии. Надо посмотреть, или это был полуфинал против Челси. Да, мы в полуфинале обыграли Челси, у нас будет финал еще Кубка Англии. То есть в любом случае, если мы выиграем Кубок Англии, мы будем играть в Лиге Европы. Но если мы сейчас с Лестером пройдем в Лиге Европы подальше, ее еще и выиграем, то сразу же прямая путевка в Лигу Чемпионов. А это наша основная задача с Лестером выиграть Лигу Чемпионов. Поэтому давайте не будем долго томить. Переходим к выездной игре против Реалса Седада. Посмотрим, кто у нас готов, кто не готов. Шмехель очень устал. Я прям не знаю, кто будет вместо него. Потому что у нас дальше еще и игра с Ливерпулем. Поэтому будет это очень трудно что-то с этим сделать. Давайте будем играть в два опорника. Диди и Минди, потому что у Варди ужасная форма. Так, ну и придется, что мне делать? Хоть здесь я буду ротировать. Поэтому, ну как-то так. Даже Фафану выпущу вместо Санчеса. Приходится. Приходится вот такие изменения даже преподносить. Реал Соседад против Лестер Сити. Поехали. Итак, Реал Арена. Реал Соседад принимает Лестер Сити. Мы уверенно вроде как проходим пока по стадии плей-офф Лиги Европы. Прошли, если не ошибаюсь, АЗ. Прошли Лондонский Арсенал. И все. Вроде таких у нас больше соперников-то и не было. Вот сейчас мы на четвертьфинал. Играем против Реал Соседада. Тоже интересная команда. Может быть что-нибудь из себя и покажет. Лаутаро Мартинес. Ну что творит этот гений, а? 12-ая минута 1-0. Ну это просто, мне кажется, турнир имени Лаутаро Мартинеса. Он столько голов там уже назабивал. И два мяча, если я не ошибаюсь, забил Арсеналу, благодаря которым мы и победили. Ну и вот сейчас, когда у команды просто идет ротация из-за того, что многие игроки устали после полуфинала Кубка Англии с Челси. Дальше предстоит игра в чемпионате против Ливерпуля. Здесь все-таки забивает Лаутаро Мартинес, который сегодня у нас единственный номинальный центральный нападающий. А вот такой момент они забили. Просто провалилась сейчас у нас оборона. Никто не стал встречать, если не ошибаюсь, это Виллиан Хосе. Я не сравниваю счет. 1-1. И все, заканчивается матч. Голевая ничья. 1-1. Главное, что мы забили на выезде. Меня это уже более-менее радует. Немножко провалилась наша оборона. Это единственный был удар у Реала Соседада в створ. Но в принципе, как и у нас. Так что здесь грех жаловаться. Сами ничего не создали. Главное, что хотя бы гол на выезде мы и забили. Так. Ну и сейчас у нас игра против Ливерпуля. Через 4 дня нам играть снова против Реала Соседада. Я просто уже не знаю, что нам делать. Плотность очень высокая сейчас в английской премьер-лиге. Вот. Все. Выше нас. Вот Шеффилд тоже 50 очков. Выше только МЮ. Плюс 10 разница. А внизу уже все. Минимальное отставание у них. Если мы сейчас нового проиграем. Будем, естественно, находиться на 10-й строчке. Если нас вот Лулерхэмптон и Эвертон наберут свои очки в матче. Поэтому это будет очень тяжело. Шмейхель, естественно, без формы. Будем выпускать Варда. И также, скорее всего, я бы выпустил Гомеса вместо Канате. Вместо Нидиди выпущу Минди. Почему бы и нет? Прайда вместо Телеманса. Снова сегодня вот не сыграет Джейми Варди. И тогда я, наверное, все-таки в... Три центральных защитника я пойду. Ну, вот как-то так. Санчес пусть будет с капитанской. Хотя нет, давайте Мэдисон дадим. Мэдисон у нас с капитанской повязкой. Ну, я не знаю даже. Давайте возьмем Варди хотя бы на скамейку запасных. Все, вот таким составом мы выйдем. Лестер против Ливерпуля. Формы, я не знаю, но там будут как-то они, наверное, сливаться. Поэтому давайте ему уж черную дадим. Лестер против Ливерпуля. Поехали. Итак, King Power Stadium. Лестер принимает Ливерпуль. Лестер уже ничего не решает в английской премьер-лиге. Они не выиграют. Это уже понятно. Английскую премьер-лигу. Об этом уже и сказали в новостях. Я не помню, в прошлом вроде нам выпуске. Так, Мэдисон подходит к мячу. Вряд ли я отсюда буду пробивать, сбивать. Давайте уже лучше мы разыграем. Регелон. И 1-0. Супер. Регелон на Прайта. 1-0. 18-ая минута. Ребята просто молодцы. Такая сейчас у нас мощная ротация происходит. Но ребята умудряются как-то забивать. Что Реал Соседаду мы даже забили на выезде. Что сейчас дома мы забиваем ворота Ливерпуля. Которые идут там где-то на четвертом и пятом месте. Мы супер. Мы просто супер. Вот просто немножко бы нам везение еще в первой половине сезона. И на игры, на такой мощный состав было бы вообще все замечательно. Но рядом это все. Это может быть действительно пожар. Варда мы кстати продаем. Там Анану мы уже вроде как официально подписали. Мэдисон делает что-то 2-0. Выносим Ливерпуль дома. Что творит сейчас Лестер Сити? Без Джейми Варди. У которого второй матч в сегодняшнем уже выпуске. Плохая форма. Не с Реал Соседаном, не с Ливерпулем. Вот он не играет. Но выходит Мэдисон с капитанской повязкой и забивает второй еще мяч. Замечательно. Что творят эти парни, а? Мэдисон 3-0. Мэдисон забивает дубль ворота Ливерпуля. Вот. Вот это та команда, которую я и хочу видеть в следующем уже сезоне. Я надеюсь, так мы и будем дальше продолжать играть. Выносим Ливерпуль дома 3-0. Вынесли до этого Челси 3-1 в кубке. Сразу передача идет на Лаутару Мартинеса. Тот на Минди. Минди полон сил и отдает на Мэдисона. А тот на Лаутару Мартинеса. И мы громим 4-0. 89-ая минута. И Мартинес забил ворота Ливерпуля. Шикарная. Ну, Мэдисон уж точно станет игроком матча. У него 2 гола и голевая передача. А смогли Катрик забить. Но все-таки решили, наверное, доверного довести. Поздравляю всех с победой над Ливерпулем. В такой трудный период. Сейчас у нас из-за расписания. Плотный график. Ну и все супер. 4-0. Просто вынесли Ливерпуль. Благодаря дублю Мэдисона. Вот сейчас выговаривают друг друга, друг другу Милнер. Еще какой-то один игрок. А вот Мэдисон поблагодарил болельщиков. За то, что пришли. Поддержали команду. Супер. Ну и лучшим, естественно, стал Мэдисон. 7-5 у него оценка. Так, после этой победы мы поднимаемся на седьмую строчку. Ну и теперь все понятно. У нас здесь просто отставание идет в 10 очков до Манчестер Юнайтеда, к сожалению. Итак, у нас сейчас игра против Реалса Седада. Ответная. Очень важная, как я считаю. В любом случае. Нужно нам сегодня не пропустить. Постараться. Шмехель вроде как немножко отдохнул. Ондер вот не выйдет. Выйдет зато Варди. Лаутору Мартинусу давайте мы тогда дадим отдых. Так, а мне бы сразу, вот давайте я выйду отсюда, вот. И мне пока не забыть. У нас постоянно вот Рикардо Перейра играет ППЗшника. Чуть-чуть мы выше поставили. Вот, поэтому все, переставили его на место. Так, ну и снова вот эти вот перестановки наши. Все, вот так вот я, наверное, все-таки сделаю. Опущу даже нападающих наших фланговых. Барнс и Айоза Переза у них получше. Потому что идет как ЛПЗ и ППЗ. Вот, поэтому пусть они будут так. Я надеюсь, что нам все равно получится, если что, забить. Пусть у этих ребят хотя бы рейтинги будут повыше. Надеюсь, нам это поможет. Лестер Сити против Реал Соседада. Я не знаю, по форме может что-то им еще сделать, чтобы сильно так не селивалось. На всякий случай. Поехали. Итак, Лестер Сити принимает Реал Соседад у себя дома. Кинг Пауэр Стадиум. Здесь мы буквально пару дней назад вынесли Ливерпуль со счетом 4-0. Реал Соседад сразу бегут в атаку. Понятное дело, потому что им обязательно нужно забивать гол на выезде. Я постараюсь не допустить этого. А вот шикарная какая передача Иварди забивает. 11 минута, 1-0. Реал Соседаду теперь просто обязательно нужно забивать. А мы пока что спокойненько забиваем. Здесь просто перекрыли все пути передачи игроку Реал Соседада. Мэдисон замечательно сыграл в прессинге, отобрал мяч и выдал голевую на Джейми Барди, которого мы сегодня впервые видим на поле. Мэдисон на подаче. Неплохая нам Диди, это 2-0. Диди выводит и увеличивает даже наше преимущество. Уже не выводит, да. 2-0. 3-1 в серии. Мы в полфинале, скорее всего. Но в любом случае там будет очень дальше трудно, потому что вдруг там попадется в ПСЖ, в полуфинале. И вот эта вот стадия финала. Но если даже и в финале, это будет вообще обиднее. Ой, как Мэдисон-то сейчас отыграл. И Мэдисон делает счет 3-0. Этот парень забил на этом стадионе дубль ворота Ливерпуля. Здесь еще замечательно. Сейчас отыграл в отборе, в прессинге. Смотрим. Здесь вроде как и момент потерял. Ну, здесь головой, там, корпусом, груди уже как-то добил. Сместился настолько уже близко к вратарю, что просто видел, когда уже вратарь стелился в подкате, думая, что будет пробивать Мэдисон низом. Он просто аккуратненько перебрасывал его на уровне головы. Последние уже минуты идут матча. Все в атаку побежали игроки Реал Соседада. Мы сейчас можем их тупо на контратаке какой-нибудь поймать. Например, на такой Мэдисон забивает дубль. 4-0. Снова 4-0. Вот это вот фирменная четверочка наша в сегодняшнем выпуске и Ливерпуле 4 и Реал Соседаду 4. Ребята молодцы. Хоть и все в атаку там пошли игроки Реал Соседада, мы продолжаем давить их. Лестер проходит в полуфинал Лиги Европы 4-0. Снова Мэдисон забивает дубль. Ну, Мэдисон сегодня, мне кажется, герой. Дубль забил ворота Ливерпуля. Дубль забил сейчас ворота Реал Соседада. 8-0 оценку он получает. Итак, дальше выходит Валенсия. Дальше выходит Рома. И дальше выходит ПСЖ. Ну, тут в любом случае вроде как должна быть еще в полуфинале жеребьевка. Поэтому я надеюсь, что нам по вот этому сходству не выпадет ПСЖ. А Валенсия не будет играть с Ромой. Поэтому я надеюсь на Валенсию и Рому. Потому что там шансы более-менее какие-то хорошие у нас и будут. Но вот на ПСЖ, надеюсь, в финале, если они и будут. Дай бог, чтобы было все так. Да, все замечательно. Нам Рома выпадает в полуфинале Лиги Европы. Супер. Ну, а сейчас у нас игра против Фулхэма. И это последняя игра в сегодняшнем выпуске. 10 очков мы отстаем до 6-го места. И в 1 очко мы лидируем над Эвертоном. Поэтому нужно набирать нам очки. Хотя бы для уверенности. И вдруг там что-то у Манчестера не получится. И мы их обгоним. Снова на поле не будет Джейми Варди. Он у нас вот, получается, одну игру только вот провел. Лаутара Мартинес ставим на место. Я даже не знаю, а кого выпускать-то. Будем от обороны снова играть. Можно попробовать. С двумя опорниками. Так, ну и раз такое дело будет. Я даже Анхелин не выпускаю. Потому что Регелон очень много матчей провел. Устал и Жо Гомеса вместо Санчеса. Давайте также Костакина выпущу. Вроде все. Остальные там и по заменам. Прайд в какой-то не такой лучшей форме. И Варди. Вообще не знаю. Ну, там у нас 4 центральных защитника. Вообще не знаю. Скамейка у нас желает... Оставляет желать лучшего. Фулхам против Лестера. Поехали. Итак, Крэвен Коттедж. Фулхам принимает Лестер Сити. Очень неплохо себя показывает на самом деле Лестер. Вышли в полуфинал Лиги Европы. Обыграли в предыдущем туре английской премьер-лиги Ливерпуль у себя дома со счетом 4-0. И вот сейчас встречается против Фулхама. Набирать очки Лестеру нужно. Потому что они их очень много растеряли в первой половине. Сезона им много не везло. Вот. Поэтому я надеюсь, что в следующем сезоне эта команда что-то из себя мощное. Да и пока же, тем более, новые трансеры, как мы знаем, будут у Лестер Сити. Лаутаро Мартинес. Какой чудо-гол сейчас забивает. Вроде в девятку самую, еще и от штанги. Давайте посмотрим, пожалуй, на этот гол. Я просто так на шару уже там пробил. Потому что нужно было пробивать момент такой, вроде голевой. Смотрим. Ну, там почти до девяточки. Но все равно молодец. Так прицелился, от штанги забил. Вроде как Лаутаро Мартинес у нас раззабивался. И все. Минимальная выездная победа. Меня это очень даже радует. Хотя бы так Лаутаро Мартинес шикарным голом закончил этот матч. Вот. Четыре удара, тридцать двор. Вроде игра равная. Но вот один у нас удар просто стал голевым. Ребята молодцы. Лаутаро Мартинес тем более. Стал у нас чаще забивать. И вот сейчас очень даже решающий гол он забил. Десять очков у нас. Все так же. Отставание до шестого места. Четыре очка хотя бы лидерства. Там Эвертон, похоже, проиграл. Потому что у нас было минимальное лидерство. Все замечательно. Уходим на такую небольшую паузу. Сейчас будет карьера за Зенит на следующий день. Вот. И потом у нас вот так вот будет чередоваться. Карьера за Лестер, карьера за Зенит. Поэтому как-то так. Победная серия команды Лестер. Сити, слава богу. Шмейхель может перейти в Нью-Кассел. Слухи такие идут. Что у нас там вообще по... Нам ищут центрального нападающего. Как я понимаю. Там и Кавани, и Жезус, Абрахам, Бапе. В список мы кого добавили? Вернера и Жезуса. С кем мы ведем переговоры сейчас на данный момент? С Вернером. Поэтому нам просто сейчас уже действительно нужны деньги. Анану мы вот из Тоттенхэма забрали. Поэтому ждем перехода Вернера. Дай бог, чтобы все у нас получилось. Посмотрим, что будет в следующем выпуске. Это игра против Тоттенхэма. Во-первых, мы сейчас посмотрим, как там Анана у нас играет. Играем против Ромы. Вот, потом Манчестер-Сити. Они на второй строчке идут. Или я правильно все понимаю? Там на первой Челси, что ли? Вот. И потом снова игра против Ромы. То есть в следующем выпуске у нас два очень важных матча в чемпионате. Это Тоттенхэм и Манчестер-Сити. И полуфинал Лиги Европы. То есть уже в следующем выпуске вы узнаете, выйдем ли мы в финал Лиги Европы или нет. Поэтому все. На этом, друзья, мы заканчиваем. Спасибо вам большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну а с вами был Андрей и канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok